Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Александр Соколов перечислит половину зарплаты в фонд «Завятку». На еженедельном совещании в правительстве губернатор поднял вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы, и о доставке гуманитарного груза в зону СВО. Глава администрации, губернатора и правительства Алексей Комаров отметил, что для дальнейшей доставки гуманитарной помощи необходимо организовать перечисление средств фонду «Завятку». Соколов попросил всех коллег рассмотреть такую возможность и заявил, что сам напишет заявление, чтобы половину его заработка за октябрь перечислили на эти цели. Напомню, ранее губернатор также перечислил половину зарплаты на восстановление сгоревшей в Кирове церкви. Кировские власти рассчитывают на рост в сфере строительства жилья. По итогам 2023 года планируется рост объемов ввода жилья на 6%, а в 2024 году власти рассчитывают на больший рост за счет того, что в этом году начали выдавать больше разрешений на строительство. Об этом на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ России говорит глава региона Александр Соколов. Губернатор также отметил, что рост показателей в сфере жилищного строительства будет обеспечен развитием механизма комплексного развития территорий. На данный момент в регионе уже заключено 26 договоров КРТ на 1,5 млн квадратных метров жилья. В эфире «Экономика». В колледжах Кирова будут обучать операторов беспилотных систем. Новую специальность планируют ввести со следующего учебного года. Об этом сообщил замминистра образования Кировской области Константин Ситников. Запустят новое направление в двух колледжах. Они уже выбраны. Также замминистра напомнил, что Кировская область победила в федеральном конкурсе на создание образовательно-производственного кластера по направлению машиностроения. В 2024 году кластер получит грант в размере 100 млн рублей на создание современных мастерских. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин